То есть общее собрание может вообще все поменять, устав поменять там и так далее. А так правление, оно как бы сидит себе, да и сидит. Единственное, вот здесь я добавил о том, что сам председатель не может быть повторно избран председателем в течение одного года. С момента завершения своих предыдущих полномочий как председатель. Это для того, чтобы гарантировать ротацию. То есть человек вот побыл председателем, значит общее собрание, через три месяца собирается, говорит, ну все, мы избирали новое правление. Избрали правление. Но председатель нам не правляется. Нет, председателя выбирает правление внутри себя. А общее собрание выбирает правление. То есть общее собрание выбирает новое правление, может из тех же самых членов на самом деле, да. И так как выбрано новое правление, то правление запускает процедуру избрания нового председателя. А так как по условию председатель не может быть предыдущий, то значит надо выбрать кого-то нового. Но тем не менее, общее собрание может все это поменять. То есть общее собрание это самый высший орган, который может переизбрать правление, то есть досрочно там отозвать всех, в общем переизбрать заново и так далее. Что-то 3 месяца в маленький срок, может на полгода. Нет, общее собрание мы можем каждый день собирать. И каждый день мы можем поменять правила игры. То есть никто не мешает здесь досрочно собрать общее собрание. И можно вот завтра собраться и сказать, что мы решили поменять устав. И никто нам это не запретит. То есть по условиям устава, по условиям договора, пожалуйста. Тогда что мы обсуждали? Давай принимать это все. Ну, мы обсуждали о том, что чтобы была ротация, и ротация, чтобы не засиживался, и вполне можно сделать ротацию на 3 месяца. Я предлагаю вот сегодня там условно 3 декабря, потом январь-февраль, декабрь-январь-февраль, вот, 3 марта примерно собраться и переизбрать следующего. Потом еще 3 месяца переизбрать следующего и так далее. Ну, хорошо. Ну, что нас трое, и как бы в правлении меньше, чем 3, что-то мне трудно пока представить. Ну, среди трех там надо одного из них председателям. Так. Правление осуществляет текущее руководство деятельности организации, принимает решение на своих заседаниях. Возглавляет заседание председатель правления, который избирается из его членов. Председатель правления не может быть повторно избран председателем в течение... Слушайте, вот этот баг, если настроим, давайте тогда напишем не в течение года, а в течение... Полугода. Еще раз. То есть раз в полгода, то есть вот закончились полномочия председателя. Все, полгода он не может быть председателем. Должен быть кто-то другой, обязательно. Вот почему... Мне кажется, что год было нормально. Нет, ну смотри, если на год ему нельзя становиться председателем, то получается вот мы... Ты побыл председателем 3 месяца, потом год не можешь. Роман побыл 3 месяца председателем, потом год не может. В этом смысле. Да, я побыл тоже 3 месяца, там год не может. И получается, каждый из нас не может быть председателем, нам надо кто-то четвертый. Давай полгода. Я вообще год сделал. Может. Но можно менять хоть 3 месяца. Да, здесь вопрос гарантии ротации. Давайте тогда сделаем и тут полгода, и тут полгода. Давай. Я не знаю, как Роман. Роман, ты как думаешь? Да, у меня какой-то обрыв был сейчас. В общем, напиши в документе вот здесь, значит, вот здесь я исправил полгода. И вот здесь я написал. Вернемся к этому моменту, пока я дальше прочитаю. Так, заседание правления промывочное, если на нем присутствует более половины его членов. Это про правление. То есть 2 из 3. Решение на заседании правления. Это про общее собрание 2 из 3, да. В правлении может быть 2 человека. Третий может не быть. При этом эти 2 человека, они принимают решение. Вот. Так. Да, это правление. Так, решение на заседании правления принимается большинством голосов. Да, вот. Членов присутствующих на заседании. То есть здесь 51%. То есть на общем собрании 2 из 3, а в правлении там простым большинством. Компетенции правления относятся решение всех... Да, речь так. Решение на заседании правления принимается большинством голосов и членов присутствующих на заседании. Компетенции правления относятся решение всех вопросов, которые не составляют исключительно компетенцию общего собрания членов организации, определенную настоящим уставом, в том числе. Так. Организация выполнения решения общего собрания членов организации. Созыв общего собрания членов организации. Утверждение повестки. Дня собрания. Определение даты, места, времени и порядка его проведения. Прием члена и исключение членов организации. Это предварительное одобрение годового отчета перед утверждением его общего собрания членов организации. Распоряжение имуществом и средствами организации. Рассмотрение предложений и заявлений членов организации. Вот здесь вот важно на самом деле то, что как бы вообще организация от частных отличается тем, что обособлено имущество. И вот когда я разбирался с тем, что ИП, вот индивидуальный предприниматель, это физическое лицо или юридическое лицо. Так вот, у юридического лица всегда обособленное имущество. И получается, что ИП это физическое лицо, потому что у него нет обособленного имущества. То есть ИП отвечает всем своим физическим имуществом, которые на него зарегистрированы. А ОООшка, как бы эти члены, которые эту ОООшку там организовали, они своими квартирами не отвечают по обязательствам этой ОООшки. Хотя вот этот генеральный директор это уголовно ответственное лицо. Ну, генеральный директор чаще всего наемный. Ладно. Значит, распоряжение имуществом и средствами организации. Это компетенция правления. Так, дальше. Рассмотрение предложений и заявлений членов организации. Тоже правление. Так, председатель правления без доверенности действует от имени организации. Представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории России, так и за рубежом. Принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности организации. Организует подготовку проведения заседаний правления. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества организации в соответствии с ее уставными цельными задачами. Организация не правит осуществлять выплату вознаграждения членам правления за выполненные им возложенные на них функции за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе правления. Я, по-моему, ранее это говорил, значит, о том, что зарплату правление не получает. Но если требуется какая-то командировка или какие-то дополнительные расходы, которые, ну, как бы, получается, типа, допуслуги правления, вроде как, должны сделать, но это их расходы. Тогда эти расходы необходимо понести, а так зарплату они не получают. Вот. Это отличие. Сейчас или вообще? Вообще, вот в общественной организации всегда так. То есть, когда мы будем вести речь о получении зарплаты в правлении, тогда надо будет другую организацию, другую организационную форму. ООО-шку там, че угодно. Ясно. Мы ее все равно не регистрируем, и если будет заработок, то там переиграем все. Так вот, когда будет заработок, это не будет зарплатой за правление, а правление на общественных началах. Это будет проектная деятельность. То есть, в данном случае организация, она скорее такая номинальная, но в организации уже может быть имущество. И те проекты, которые мы создаем, это я позиционирую как имущество вот этой организации. И правом распоряжении этого имущества, да и владения, да, собственностью, является уже у организации. Не у конкретного частного лица. Это к вопросу опять о доменах, например. Тот же домен, там, day.su. То есть, его можно внести в организацию, ну, там, понятно, по договору хозяйственной деятельности там будет вести юридическое лицо, ну, в принципе, физическое лицо, неважно. Просто это будет собственность организации, хотя может быть записано на другое лицо. Вот. И это имущество. И, в принципе, там, интеллектуальные права в том числе. Я думаю, на самом деле, по поводу того, что Libra передать. Мне, как мне кажется, выгоднее позиционировать это как от организации, то есть уже официально, собственность организации, да, передать в организацию. Ну, дальше то, что правление может принять решение, там, ну, как бы, во-первых, исключить, то есть внес имущество, да. Ну, тут, кстати, вопрос надо понять, да. То есть, если вносишь имущество уставное, то... Ну, даже не уставное, просто имущество вносишь, да. Кстати, этот вопрос, по-моему... Вот, источники формирования имущества. Сейчас дойдем. Так, пятое. Порядок внесения изменений и дополнений в устав. Изменения и дополнения в устав организации вносятся по решению общего собрания. Решение о внесении изменений и для дополнений в устав организации принимается большинством в две трети голосов, принимающих участие в общем собрании организации. Две трети. Ну, на общем собрании и тут две трети компетенции, да. Ну, двое из троих. Ну, двое из троих, да. Пока. Ну, и там и всегда будет две трети. Так, ладно. Источники формирования... Ну, может не всегда, но две трети, да две трети, ладно. Источники формирования имущества общественной организации. Имущество общественной организации формируется на основании вступительных членских взносов, добровольных взносов и пожертвований других, не запрещенных законом поступлений. Вот эти добровольные взносы и пожертвования. То есть, если мы, если я, например, в эту организацию передаю свое имущество, то это добровольный взнос. То есть, обратно я это имущество не могу забрать. Вот. Так, ладно. Порядок ликвидации общественной организации. Ликвидация организации осуществляется по решению общего собрания членов организации, либо по решению суда по основаниям и порядке, предусмотренным федеральным законом об общественных объединениях. Так, символика общественной организации. Я здесь написал следующее. Эмблема организации схематичное отображение планеты Земля. Герб организации схематичное отображение планеты Земля. Флаг организации голубое полотнище с эмблемой организации по центру в виде схематичного изображения планеты Земля белого цвета. На самом деле это знак ООН. То есть мы у них сперли, да? Ну, можно цвет поменять. Ну, ладно. Ну, выглядит примерно так. На самом деле схематичное отображение Земли, оно может быть разное. Короче. Ну, в целом мне нравится эта эмблема ООН. А вообще говоря, и планета Земля, и вот этот мир, который там, опять же, там, мир... Планета Земля. Ну, это мои мысли. Так, ладно. Лозунг «Призыв организации». Если ты не создаешь свое будущее, то его создадут за себя. Ну, это скопировал, но мне нравится. Так. Ну, здесь комментарии. 28 дней, 56 дней. Это я уже сказал. Так, 4.6. 4.16. Так. Пункт 5 статьи 29 ООН. Такого, цитата, «Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления». Вот. То есть, это законодательство. Такая юридическая форма, она только для... Ну, то есть, как бы она предполагает, что на общественных началах работают. У меня все. Так. Комментарии, дополнения? У меня особых дополнений нету, потому что там заложена, в общем-то, возможность это все корректировать и изменять в очень оперативном режиме. Ну, вот как в той ситуации, когда нас немного, да? Вот. Поэтому, мне кажется, надо пробовать. Вот. Если что-то нас будет не устраивать, мы можем оперативно это корректировать. Я предлагаю это все принять, вот, как Ярослав предложил, а дальше, по ходу, уже будем, если будут возникать какие-то нестыковки или проблемы, будем уже корректировать. У меня вот такое мнение. Да, нам нужно сейчас по-любому это сделать. Тут про то, что если мы следующего элемента добавим, то у нас может уровень сложности повыситься. Но мы просто тогда можем всегда изменения внести в комментарии. В общем, принимаем. Так, значит, теперь по поводу протокола. Ну, уровень сложности, если там поднимется, ну, в общем, это по ходу дела. То есть, можно хоть каждый день все это поменять. Да. Так. Протокол. Сегодняшняя дата. Институт цифровой экономики имени Глушкова ВМ. Присутствовали слойн-кол, логинов, иноземцев, Дашкевич не присутствовал. Повестка дня. Первое создание общественной организации. Общероссийская общественная организация. Институт цифровой экономики имени Глушкова. Далее по тексту институт. Так, принятие уставового института, выбор руководящего состава, выбор председателя правления. Постановили первое. По первому вопросу создания института. Создать институт в форме общественной организации без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица на основании статьи 3 и статьи 5 Федерального закона от 19.05.1995 номер 82 ФСЗ, редакция 20.12.2017 об общественных объединениях. Так, по второму вопросу... А я расширил экран? Нет. Так. По первому вопросу прочитал. По второму вопросу принятие устава института. Принять устав института, рабочий вариант которого находится по ссылке. Блин. А, ну давай посмотрим, что там есть. Здесь, по идее... Опа. Что-то съехало. Ну, короче, здесь устав. Устав на Google диске. Вот они. Ссылка. Вообще здесь устав должен быть. А разметка съехала... Короче, съехала почему-то. Ну, ладно. Вот. Устав на Google диске – это тот устав, который мы читали только что. Вот. Так, вообще здесь надо разместить устав, по идее. Так. Чартер. По-английски устав чартер, я так понял, называть. По третьему вопросу. Выбор руководящего состава. Я предлагаю следующее. Слонько, Логинов, Иноземцев. Три члены руководящего состава, собственно, кто организует. По четвертому вопросу выбор председателя правления. Выборит председателем правления Логинова ЯВ. А вот так. И срок. Здесь срок. Так как общее собрание членов сроком на полгода, то необходимо будет переизбрать обязательно. В принципе, могут быть все те же самые члены. Но так как происходит переизбрание правления, то правление обязано переизбрать председателя. Новое правление, новый председатель. А так как условие, что в течение полугода председатель не может быть предыдущий, то на следующие полгода, а может быть и раньше, на самом деле, будет кто-то другой, которого надо будет избрать. Но это будет точно не тот же самый человек. Результаты голосования за единогласно, против, нет, воздержался нет. Ладно. Значит, согласны, не согласны? Согласен. Да, я отправил транзакцию еще там, то есть свой токен, и ссылку на этот протокол, и голос за. Ну, можно есть транзакцию делать. Так, сейчас я... Короче, смотри, здесь какая штука. На самом деле юридически значимым является согласие. Согласие может быть выражено в разных формах. Вполне достаточно текста или аудио, или видео записи. То есть вот эта запись учредительного собрания, она уже будет доказательством. Вот. Можно дополнительно еще и транзакции делать. Вот на данный момент я сейчас с другим ноутбуком. То есть можно, в принципе, сделать какую-то транзакцию. Вопрос транзакцию, и там надо что-то писать в комментариях, да? Мы можем-то сделать, в принципе. Почему нет? У меня есть кошелек на телефоне. На alias.dape отправляйте там адрес. Комментарии на стене там должны быть. Я отслеживание поставил. Клиент хуман. Мирван слэш клиент хуман. Да, да. Роман? Да, слышно. Там сейчас пока в клиенте не настроен отслеживание, ну, стена вот это отслеживание там по другим меткам вставленный мир. Но я сейчас введу просто четыре ассета наших. И там будет сразу показывать стену на адресе определенном. Там будет ссылка на голосование, например, голос за. Ну, смотри. Значит, голосование. Вот это голос, да, юридически значимое уже можно делать. Это транзакция, которая осуществляет человек. Нам главное понять, что это именно тот человек. С адреса эмитента, если будет транзакция от человека, то тогда понятно, что это человек. из тех, кто уже есть в Human. Тогда у нас возникнет список участников, и будет понятно, что этот участник, он участник организации. То есть, если мы его приняли в участнике, он внес свой токен на баланс организации, оплатил его, словно говоря, вселенский взнос своим временем, тем, что он сможет возместить в ленте времени. Я согласен. Во-первых, мне это нравится проверить, протестировать, то есть, это все-таки новое... Шарить. Ну, давайте попробуем. Вот, значит, например, проверяем такую гипотезу. Значит, голосование, на вейвсе. Так. Вот, мои токены. Я могу осуществить транзакцию на адрес Dei кошелька. Или на этот адрес надо 001. А, 001 Мир. А, ну да, я там связку делал с Миром. Ну, вы можете мне скинуть в чат адреса, и я вам вышлю сейчас в Миром. Ну, Мир, давай сделаем через Мир. То есть, собственно, вот у меня есть там 900 тысяч. Так, трансфер. А, ага, то есть, это будет с моего кошелька, с того же самого кошелька, где я выпустил свои, собственно, персональные токены. Ну, в принципе, звоните. Да, можно будет в код просто в скрипт внести твой адрес кошелька и заменить его на имя, например, символ, и у тебя будет ображаться все с твоего адреса подъездки, просто крючка будет имя твоего, что-то ты проголосовал. Алло, слышно? Да. А можно будет по аналогии с верифицированными ассетами внести просто адрес кошелька в скрипт, который отображает стену входящих транзакций на определенный адрес определенного токена, например, функция голоса у дейта и можно будет внести просто твой адрес в скрипт и символьное имя. И тогда у тебя будет преуходящая транзакция своего адреса появится и не надо опровачивать своим токеном а уплачивать дейтам как голосовать так, короче, я беру Алиас адрес отправляю токены мир. Например, Алиас В Д И П А там маленькими символами надо. А я маленькими. Не, у тебя большие были. Ну, токены мир. А, маленькие Д и П О.